Меня проводила реакция одного из читателей моей прошлой новеллы. Ретописец бомбаного от ничьи патриотического контента. Небольшая заметка, ретописец это человек, который освещает в своём твиттере разную тематику, посвященную визуальным новеллам, типа того же «Бесконечного лета», а также он является одним из судей РУВН-контеста. Чтобы у вас не было вопросов. В стране, где победил феминизм и нормальных мужиков не найти, какой-то дегенерат начинает мовать как срущая собака при виде пропаганды технического превосходства, пускай даже в художественном произведении. Более 20 миллионов русских солдат от дедовоебали в могилу во время Второй мировой, позволяя матриархату захватить власть над вашим сознанием и мировоззрением. Летописец просто яростно ныл из-за того, что не мог концентрировать своё внимание на сопереживании Сильвестеру с сильным чувством йод и атмосфере посреди этого волшебного новогоднего приключения. Судей-то давно был полный, а не игрок. Разработчик компьютерной игры должен поддерживать контакт с игровым сообществом и стараться реагировать, пускай даже на такой совсем детский плач этого инфантильного бетарда. Возможно, во мне сыграл материнский инстинкт, но я решила сделать Летописца одним из главных героев в своей новой новой новой. Я даже решила зайти гораздо дальше. Летописец будет обладать магическими способностями, которыми владеет только он. И это ещё не всё. Он встретится на экранах моей новеллы со своей Файфу из Бесконечного Лета. Кстати, пожелание медленной и мучительной смерти Модеру и его близким, включая его домашних животных, нафиг было Тед удалять, освещенный моему плану полного уничтожения Объекта 4.